Хэллоуин – один из самых мистических праздников. Для кого-то это повод повеселиться на карнавале нечисти, а кому-то стоит плюнуть через левое плечо, чтобы к нему не пристала нечистая сила. К тому же этот праздник имеет довольно-таки древнюю историю и интересные факты. Ну что ж, давайте пообщаемся с одесситами, чтобы узнать об этом празднике поподробнее. Во-первых, Хэллоуин – это праздник, насколько я знаю, который пришел с Запада, а больше с Америки, там его празднуют. В Украине все-таки этот праздник как-то не празднуют. День всех мертвых вроде как, я не знаю точно. Ничего не вижу в этом празднике особенного, а просто праздник, день, когда можно попугать кого-то, соседей, друзей. Город очень красиво украшен, тыквы вот это очень, и вот мы будем сегодня либо завтра вырезать тыквы обязательно, как-то ввели. В прошлом году понравилось ребенку, и почему бы нет, как бы. И многие родители тоже делают разные поделки с детками. Все, получается, готовятся, украшают дома, вот одеваются, и получается, нормально у него во дворе относятся. Крайней мере у нас в Украине относятся, ну не сильно, потому что у нас как-то он не развит. По сравнению с Америкой, там вот именно он хорошо развит, и каждый год празднует, и это вот грустненько, потому что в Украине он неприемлем. Моя дочь более отмечает этот праздник, поэтому завтра я ее веду, а сама как-то уже, наверное, не в том возрасте. Не могу сказать, что плохой праздник, классный, но у нас что-то его не сильно заметно. Облачение в карнавальные костюмы – сравнительно недавно возникший элемент праздника. Впервые, как полноценный обычай, оно было зафиксировано в начале 20 века и восходит к американской традиции костюмированных вечеринок. Чтобы узнать подробнее об истоках и традициях Хэллоуина, мы обратились к эзотерику Денису Малахову. Это кельский праздник, и это праздник вообще урожая. То есть, почему именно стала тыква, потому что он начал кочевать из одного в другую, ну, грубо говоря, страну мира. Известно, изначально это была просто обычная редька. Маленькая. Сейчас, когда оно переехало уже в другую страну мира, в Шотландию, то там уже был большой урожай тыкв. И вот сейчас стало символом, почему именно там свечечка, то есть символом освещения пути душем, чтобы вы, допустим, вы подозрегаетесь и ставите, как правило, на порог, чтобы в душе видели, что вы их для них помните и их все-таки учтите. Помимо выпрашивания сладостей и ношения разнообразных костюмов, празднование Хэллоуина также связано с некоторыми специфическими играми и гаданиями. Наш собеседник рассказывает нам об основных обрядах, которые можно сделать в домашних условиях. Это тонкая грань между мирами, то есть, по сути, как, допустим, обряд там разный, да, можно сделать самый простой, самый легкий обряд. Это почему еще праздник считается был на благо, потому что это день урожая. И чем больше урожая, тем, соответственно, вы больше, ну, отдаете какие-то свои моменты, да, то есть, там, дары приносите и так дальше. Этот праздник можно делать все на благосостояние, абсолютно все на благосостояние. То есть, опять же, обычно можно взять яблоко, обычное яблоко и загадать желание, разрезать яблоко на две части. Вот если косточки в этом яблоке не разрежутся, то в течение года ваше желание сбудется. Без красочно оформленных декораций нет праздничного настроения. День всех святых невозможно представить без тыквы. Светящийся плод со злобной ухмылкой стал главным символом праздника во всем мире. Мы отправились на новый рынок, чтобы посмотреть ассортимент тыкв и узнать их стоимость в канун Хэллоуина. Как выяснилось, плодов хватает, причем как обычных, так и уже готовых элементов декора на любой вкус. Скажите, в преддверии Хэллоуина пользуются тыквы спросом? Ну да, вот, видишь, нарезал, все разобрали. То есть люди подходят, покупают именно целенаправленно на Хэллоуин? Да, и нормально. Так на протяжении каждого года или в этом году что-то особенное? Ничего особенного. Покупают? Деткам покупают. Расскажите, стоимость на тыквы, чтобы люди узнали, ориентировались? Ну, 200, оранжевая, 150, маленький 100. Со спросом тыквы сейчас, вот, в преддверии Хэллоуин, на праздник? Да, да, пользуются, пользуются, и хорошо пользуются люди, и довольны. Мы продаем, мы продаем довольны, а они купляют очень довольны. Расскажите, вот, стоимость тыквы сегодня, сколько это вот у вас, к примеру? Ну, в залежности... В залежности от величины кабака есть, ей на 100 гривен, ей 200, ей 250, в залежности от крупноты кабака. В пабликах в социальных сетях появляется множество мероприятий, посвященных завтрашнему празднику. Сегодня мы приехали на Одесскую киностудию, где уже завтра пройдет празднование Хэллоуина. Здесь уже делают множество фотозон, где все желающие смогут себе сделать то самое фото на память. Также устанавливают аттракционы, например, вот один из них, называется тыква-вброс. Задача заключается в том, чтобы мячиком попасть тыкве в рот. Пробуем. Вот, у меня с первого раза получилось, надеюсь, что у маленьких одесситов тоже получится. Мы 31 октября и 1 ноября проводим пятый ежегодный одесский семейный костюмированный Хэллоуин фестиваль. Почему костюмированный? Потому что люди приходят в костюмах, они воплощаются в образ, в тот, в котором ты не походишь в обычной жизни. Мы делаем это очень безопасно, мы понимаем, в каком времени мы сейчас живем. Ученые рекомендуют, что необходимо как можно больше времени проводить на воздухе. Людей мы будем пускать в масочках, на входе будет осуществляться температурный скрининг и также с соблюдением всех дистанций. Организаторы фестиваля приглашают всех желающих прийти на самый масштабный семейный костюмированный фестиваль Хэллоуин, который пройдет на территории Одесской киностудии. Похоже, в этом году Дню всех святых в Одессе все площади покорные. Василий Базовлук, Юлия Польнова, телеканал Репортер.